Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. Вы на канале Семья на чемоданах. Мы сейчас находимся в Турции на неопределенное время. Когда отсюда уедем, не знаю, но достаточно много выпусков уже на канале в плейлисте Турция своим ходом. Гляньте, посмотрите, зарядитесь прекрасным времяпрепровождением здесь, в этой стране. Я сегодня бегу для вас поснимать шторм. У нас утром был лютый ветер, с окна у нас видно море. Я вижу, что там барашки такие крутятся. Вчера тоже море штормило, но я думаю, что сегодня оно штормит гораздо сильнее. Поэтому отправляемся сейчас с вами на море, пройдемся по шикарнейшей набережной в Махмутларе и посмотрим этот кафе, если получится. Погода позволит, ветер нам даст, мы запустим дрон, насладимся с воздуха. Погнали. Я дошел до моря и, вы знаете, сверху, сверху все казалось такое большое, барашки. Да, в принципе, и отсюда видны барашки, я сейчас вам покажу. Но как такового шторма, как я думал, что здесь просто до самой набережной молны докатываются, нету. Но они были, и я сейчас вам это покажу. Изначально посмотрите, какой шикарнейший вид на горы. Обожаю это место, потому что здесь такая набережная. Ах, вид на горы. И вот вход на пляж. Пляж называется Sunstar Beach Play. Вот он типа основной вход. У них есть здесь кафе. И давайте немножко спустимся на пляж. Потом пройдем по набережной. Я хочу вам показать, что волны, смотрите, сильные волны, длиннющие волны. Они были. И вы сами можете заметить, по вот этому песку, видите, вот это вот, это все шла волна. И достаточно нехило она накрыла пляж. Вопрос времени, когда это было, и почему, как говорится, я не успел. Вот здесь тоже по воде можно заметить, что волна сюда подходила. Какое прекрасное море. Цвет Средиземки завораживает. И самое, что интересно, вот даже на примере Сочи-Адлера, когда там штормит море, оно всегда грязное. Всплывают какие-то палки, поднимаются бутылки. Там где песочные пляжи, мелкая галька, там море превращается вообще в ужас просто какой-то. А здесь цвет моря вообще не изменился. Вот, смотрите, вот это вот все, была волна. Волна сюда пришла. Вопрос времени. А пока сейчас волны доходят только досюда. Вот они, селят как. Давайте с вами попробуем пройтись. Ну цвета моря какой! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чуть не накрыла меня волна. Ладно, я думаю, вы сейчас тоже, так еще как и я, насладитесь этими красотами. Смотрите, сколько пены. Я хочу сгонять до пляжа Клеопадры, но, скорее всего, это будет не сегодня, так как он находится где-то далеко. Там катают серферы. Протяженность вот Махмутваровского пляжа всей Алании, да, там что-то порядка 15 километров. Они очень длиннющие. Если в Адлере, когда мы жили, я вам мог спокойно показать всю Эмиритинку, пройтись эти 5 километров, то здесь сделать это будет сложновато. Волна дошла до моих ног почти. Вот, смотрите, как накатывает. Периодично, периодично волны выхлестывают на пляж. Возможно, здесь по этой причине все и убирают. Вне сезон, потому что волны, возможно, добегают. Если у нас Сочи стоит, да, и все кафе даже сейчас стоит, там был недавно такой сильный шторм, когда опять все разрушило, то здесь, в принципе, и рушить нечего. Минимум, что работает на пляже. Да и, в принципе, как правило, пляж здесь делится на отели. У каждого есть, как говорится, свой кусок, но есть и городские. И отели, естественно, переходят на зимний режим уже. И все, и они закрывают. Но постоянно говорю в каждом выпуске, друзья, что мне очень сильно нравится здесь, в Турции, так это бесплатный доступ к туалетам, и они на каждом углу. Вот видите, где вот этот вот кафе? За этим кафе есть тоже туалет. Вот еще туалет. То есть они здесь вообще на каждом углу. И, конечно, ценность, что они бесплатны. И кто-то может сказать, да, они, наверное, застрянуты. Нет, друзья, они совершенно чистенькие, аккуратненькие. Туда приятно заходить и справить свою нужду. Нет такого отвращения, что ты там валили, либо в Сочи там заходишь и думаешь, о, нет, я сюда не пойду. Лучше, как обычно, в кусты. Покажу вам пляжи Махмаклара. Они очень славятся. Славятся тем, что в воде, в воде торчат вот такие вот камни. Есть проходы, где вот таких камней нету. Но в целом, вот, видите, такие огромные булыжники. На них, конечно, можно зайти, встать. Я на них периодично сиди. Вот так вот захожу, встаю, что-то снимаю. Они твердые. Так, 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 нас сейчас волна накроет. Есть проходы, где чисто песок. То есть можно спокойненько пройти, как бы, нормально. Но с камнями нужно быть поаккуратней. То есть, если вы приедете, если вы сюда приедете и решите так смело забежать, смело забежать в воду, типа, как вот я, например, тоже люблю делать, не надо. Ломаете пальцы, не дай бог, уши получите и ногу где-нибудь подгорнете. Лучше этого не делать. Вот, смотрите, прям вот здесь вот сейчас будет очень хорошо видно. Так-то в целом это вообще такой песочек. Прям очень классно по нему. Вот идешь и проваливаешься, видите? Но чуть дальше начинаются вот эти вот плиты. Вот они, видите? Вода вообще прозрачная. Гляньте, какая красотища. Вот, вот, идеально видно плиту. Идеально прям вообще. Она не песочная, ни в коем случае. Она вот прям как бетон. Воу. Вот. А здесь вообще на самом деле есть плюс в этих камнях. Знаете почему? Потому что образуются вот такие вот бассейны. И если детям разрешить купаться, они просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, чуть не накрыло. Мои следы. Дети просто лягут вот сюда вот в эти лунки. И будут... И будут просто вот так купаться, чтобы их в море, допустим, не отпускать, да? Просто положили их. И ништяк. Вот Денчина молодец. Она собирает, ходит мусор после шторма. Это нужно делать. Если видите, конечно, что мусорно, то нужно собирать. Гляньте. А вот здесь вот берег скосило. Прям его нормально так намыло. Будем двигаться с вами дальше. Сейчас покажу вам. Там детская площадка. Но тоже это, видимо, к какому-то пляжу относилось. И сейчас уже она закрыта. Но, в принципе, я думаю, что загнать ребятенка на нее можно. Бесконечные красоты. Гляньте, гляньте, гляньте. Волна за волной идет. Я удивляюсь. Мне очень интересно, надо, наверное, загуглить, почему здесь во время шторма цвет моря не меняется. Я смотрел в Анталии, когда был шторм по кадрам. Там тоже цвет был такой мутноват. А, нет, не в Анталии. В Сиде. В Анталии было чистое, а в Сиде было грязное. И, кстати, вот видите, по вот этим белым следам, вот они полосы идут до сюда, периодически сейчас, прямо сейчас вот мы с вами идем, вот сюда вот докатывают волны. Как далеко волна уходит. Можно, пожалуй, даже, наверное, сходить на вот этот пирс. Ну, кстати, потому что там сидит рыбак. Я думаю, что мы сейчас сами-то поднимемся. Единственное, что идти, кстати, сложновато, потому что волна что-то заходит, песок очень мягкий. И получается, видите, как сильно проваливаешься. Преодолевать сложновато. Фух, да. Здесь, кстати, тоже берег срубило. Я в очередной раз убеждаюсь, что туркам пляжи и море не нужно. Постоянно вспоминаю Сочи и вообще Анапу, наши пляжи. И помнится всегда, когда ты приходишь на море, там полно людей. Неважно, сезон, не сезон, люди есть. Здесь совершенно другая картина. Пляжи, они пустые. Вот я вам прям в круг покажу. Ну, вон там мы видим два человека, меня еще видим. Здесь тоже идут два человека. Здесь вот тоже ребята, скорее всего, тоже русские. Они... и все, и рыбак, скорее всего, это уже местный. И по сути все, пляжи вообще пустые. Мы, кстати, дошли уже до вот этого вот. Ух ты, как сильно волна пошла. Что это? Пирс, мост, не знаю. Но здесь есть проблемка, здесь нету никаких досок. Я еще не знаю, кстати, как там этот рыбак сидит. Но давайте попробуем пройти. Я решил, что камеру нужно переключить на другой режим обзора, чтобы вам было максимально более все видно. Слушайте, сразу первое, скользко. Нужно кроссовки очистить от этого мелкого писка. Начинаем путь. Я очень надеюсь, что мы не упадем. Смотрите, как волны захлестывают. Блин, стрёмно. Вон, ребята, с этим походу даже стрёмно. Слушайте, конечно, жесть. Смотрите, под нами прям волна. А когда волна под нами, начинает башка кружиться. И есть прям крутой вариант, что мы сейчас упадем. Так, дойдем до столбика. Опа. Уй. Слушайте, рыбак вообще там сидит. Там тоже такое же пространство. Капут. Да, стрёмно. Но мы уже продвинулись чуть дальше. Здесь, кстати, волны бьются об столбы. И грызги-то попадают. О, видали, как аж вибрация пошла по пирсу. Смотрите, смотрите, что творится. Да, главное, слушайте, не упасть. Потому что там же еще и камни. И как оттуда потом убираться, это будет вообще прикол. Да, вот, ребята. Помогают друг другу. Жестко вообще. Да, волны накатывают нормальные. А с камерой идти, конечно, еще и опаснее. Потому что в рюкзаке у меня вообще есть дрон. Намочить всю технику. Будет, конечно, то удовольствие. Вообще, как я думаю, здесь нужно идти зигзагом. Пройти сначала сюда, потом туда. Вот где эти рельсы сходятся. Наверное, сейчас так и сделаем. Фух, главное бы не упасть. И надо поймать волну поменьше. Ну, я не знаю, коли я сегодня без детей. Давайте все-таки попробуем снималить. Пройдемся. Видите, что творится? И брызги прям неплохо так поднимаются. Смотрите, что творится-то. А волна-то вообще пошла. Нормальная такая. Еще и ветер поднялся. Ну, ебростая. А он тут купаться пошел. Блин, я не знаю, как потом идти дальше. Как здесь шел рыбак, я вообще не представляю. Меня сдувает ветер. Ой, капец. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень не хочется упасть. Вот прям очень. У меня нет собой сменной одежды. Вообще потрясающе. Смотрите, сколько пены под нами. Ужас. Опять волны. Слушайте, самый интересный, когда накатывает волна прям под ноги, голова начинает кружиться. И стрёмно. Вот, вот так вот надо идти от мостика к мостику. Парень оставил свою подругу там. Потому что идти вдвоем, вот видите, экстремально. Вообще, как будто ты летишь. Все под тобой, как будто бы мост шатается. Я не знаю, как передать эти ощущения, но это просто жесть. А только не упади, друг. Не рискнул я идти дальше на этот мост. Я не знаю, я не могу описать. Но интересная штука. Когда ты сидишь на этих палках, такое ощущение, что мост двигается и едет. У тебя из-за этого начинается так в глазах такое помутнение. Ты такой думаешь, да ну его нафиг. И есть прям вариант, ну, потерять равновесие. Поэтому я сейчас так подумал. Не, 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 что-то техника, техника, больше технику жалко. Я, ладно, сам намокну. Дрон намокнет, все, ему кирдык. Камера еще, ладно, выживет, но, тем не менее, не хотелось бы в камне туда, куда-то зарыться. Буду показывать дальше пляж. Немножко еще пройдемся. Вот мужчина, который вот купается. Здорово. Здесь есть вот переодевалки. Здесь можно спокойненько переодеться, прийти покупаться. Учитывая, что сейчас ветер не такой, как на днях был сумасшедший, то можно смело, конечно, заходить купаться, учитывая, что вода, она теплая. 22 примерно градуса. Рук-рук-рук-рук-рук-рук-рук-рук. На пляже функционирует кафе. Даже выставлены лежаки. Скорее всего, этот пляж относится к какому-то отельчику. Дальше туалеты, переодевалка, еще очередное кафе. Там тоже лежаки, но они убраны. И, конечно, можете увидеть, что пляж совершенно пустой. Мы сейчас идем на этой части вообще с вами совершенно одни. Нам никто не мешает. Можно кричать, чайку снимать, любоваться, наслаждаться морем. Класс. Но я думаю так, что как только выйдет солнце, это у нас случится на днях, то здесь пляжи будут забиты русскими туристами. Конечно, придут купаться. Волну не особо хочется. Не дай бог, какой-нибудь тягун, еще что-то. Плюс ко всему, я, например, вообще здесь не знаю дна. Если в Сочи я понимал, что откуда и куда, даже где септики и так далее, то тут нет, не знаю. Вот, кстати, видимо... Ух ты, ух ты, ух ты, чуть не накрыло нас. Штормом. Смотрите, открыла трубу. Видимо, какую-то сливную. Она, видимо, была закопана. И идет она вот как раз отсюда. Говняшки, как говорится, уходят в море. Вопрос, как далеко. В Сочи, например, они прямо возле берега, буквально 5 метров, и идет сброс. Красота. А вот пальма, видите, оранжевая. Финики растут. Вот здесь можно взять лежак. Плата за него составит 20 лир. 20 лир на наши деньги. Это примерно 110-120 рублей. Вот хочу подойти к этой пальме с финиками. Вообще их можно, как я понял, прям дальше сорвать. Главное, как говорится, туда залезть. Ну, залезть туда явно не получится. Но посмотреть, как растут в целом, можно. Сейчас с вами это и сделаем. Вот так вот растут финики. А вообще, вот они прямо здесь валяются. Опа! Ой, они еще желтые-желтые. Слушайте, прям недозревшие. Твердые такие. Вот так растут финики. В Турции тоже они растут. В Турции тоже они растут. В Турции тоже они растут. Продолжение следует... Собственность субтитров wire배лавлить adulthood. В Турции тоже одна наливает. В Турции может Completely저annaтерна physician. cioè с塊-幅, вымётесь размеров и очистить это. 比較 вкусные-желтый. Отлично. Какое Pu Ekstin såтосо. В Турции соответствует лиasury prest και gran удачи. мясо например, с эмфеллерой телоrol. В Турции тоже они стараетсяets под nestат. Его по вкус. Эмфеллерия. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»